Волшебное зеркало А теперь тщательно и аккуратно растушуем его губкой, превратив в тонкий и легкий слой основного тона под макияж. У Даши очень тонкая и нежная кожа на губах. Часто бывают маленькие трещинки. Коричневый карандаш нам нужен для дальнейшей коррекции носа. Помните визуальные иллюзии? Светлая на углубление, темная на выпуклость. Итак, здесь уместны следующие коррекции. Номер 2, номер 5, номер 3 и 4. Брови у Даши хорошей формы. Нужно подправить их совсем немного. Черная линия на верхнем веке будет совсем легкой. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Голубой карандаш – обязательный атрибут каждой голубоглазой женщины. Тушь можно положить в данном случае погуще. Легкую голубизну аккуратно добавим и на верхнее веко, совсем рядом с черной линией. Они должны слиться. Тени пыльно-коричневого цвета нанесем на подброви. Это поднимет брови и откроет глаза. Винный цвет теней добавим на интенсивное пятно. Это придаст свежесть и нарядность неброскому макияжу для девушек. А это хорошо знакомый вам питательный прозрачный гель. Прекрасное и действенное средство. К пепельному оттенку волос желательно добавить сероватый оттенок бровей. Холодноватый розовый цвет на контур губ. И губная помада номер 20 цвета чистого цикламена. Кисточка очень удобный инструмент, позволяющий сделать тонкий и аккуратный макияж губ. Легкие румяна холодного винного оттенка. Последний штрих в макияже у Даши. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok